И сейчас на прямую связь с нами выходит российский политик, в прошлом депутат Госдумы и специалист по вопросам безопасности Геннадий Гудков. Добрый день, здравствуйте. Да, я вас приветствую. Приветствую, конечно, всех зрителей, кто видит нас и слышит. Давайте начнем с истории с Павлом Дуровым. Вас удивило то, что произошло вчера ночью? То, что он полетел в Париж и был задержан в Париж? Ну, конечно, удивило. Конечно, удивило. И понятно, что это задержание имеет очень странную мотивацию. Единственное, я надеюсь, что все-таки во Франции вся эта система достаточно работает цивилизованно. И у Павла Дурова будет возможность отстоять свои законные права и интересы. Но его арест, его задержание сейчас возвращает нас к серьезной дискуссии о допустимых формах, методах и степени контроля за социальными системами со стороны различных специальных служб, различных государств. Вот, собственно говоря. Поэтому на фоне того, что я, конечно, не считаю правильным задержание Павла Дурова за отказ его предоставлять все алгоритмы, все аккаунты властям, такого закона нет. Нет такого закона. Поэтому это не очень правовое действие, на мой взгляд. Я считаю, что вопрос гораздо серьезнее, и он не ограничивается арестом Павла Дурова. А с чем это может связано быть? Какая, на ваш взгляд, истинная причина происходящих? Истинная причина – рост террористических, экстремистских и прочих настояний в французском обществе. На фоне ареста Павла Дурова ушла другая новость. Второй, третий план. Вчера произошел теракт на юге Франции. Был подорван два автомобиля в синагоге. Там, по-моему, в счастье обошлось без серьезных последствий. Но человек, который попал на камеры, это был человек с палестинским так называемым флагом и бутылками какими-то там пустыми, пластиками. Видимо, вполне возможно, что он и есть организатор этого не совсем удачного, но тем не менее, все-таки серьезного теракта. Напоминаю, что такая же жуткая история вчера произошла на праздновании одного из городов Германии, где человек арабской внешности, как там написано в СМИ, похожий, так сказать, на выходца из арабских государств, набросился прямо на праздники города небольшого, немецкого, на зрителей, которые сидели в первых рядах с ножом. Несколько человек убил, и там человеку 8-9 ранил. Прежде чем его скрутили, и он еще успел убежать. Вот когда мы видим, что волна терроризма, она становится все более и более заметной, когда террористы используют, безусловно, современные методы и формы связи, современные мессенджеры, встает вопрос о соотношении безопасности и свободы слова, свободы самовыражения и так далее и тому подобное. Серьезнейший разговор. Ну то, что Павел Дуров полетел во Францию, поскольку в интервью Такеру Карлсона он говорит, что старается, говорил, что старался избегать Европейского Союза и целого ряда стран, потому что, ну, ощущал давление и допускал возможность того, что может быть арестован. На ваш взгляд, вот с чем связан такой, казалось бы, опрометчивый шаг с его стороны? Вот не летал, а тут вдруг полетел в Евросоюз. Ну, вполне возможно, что могли быть какие-то переговоры, мог быть, не знаю, там вот пишут в сетях, что могли быть какие-то там предложенные переговоры, типа сделки и так далее и тому подобное. Я не знаю. Я не обладаю этой информацией. Я сейчас не во Франции в отпуске нахожусь в Болгарии. Во Францию вернусь в начале сентября. Наверное, буду больше знать, больше понимать. Но я хотел бы сейчас не об этом. Вот у нас сейчас за столом, за завтраком, мы тут собрались и с старшим сыном, и с младшим сыном, с семьей. И вот у нас сейчас горячий спор зашел о возможностях спецслужб получать информацию, ну, скажем так, от операторов связи, да? И, конечно, меня там обвинили в том, что я, как человек там старой формации, ничего не понимаю в современном мире, не разбираюсь, так сказать, в колбасных обрезках и так далее и тому подобное. Но я говорю, ребята, вы кончайте вот дурака валять. Вот было изобретено радио. И тут же появилось международное регулярное правило радиопереговоров. Правило выдачи частот. Правило контролирования эфира и так далее и тому подобное. Появилось телевидение. Такая же ситуация. Появился телефон Томас Эдисон. Эдисон изобрел телефон, и это стало средством коммуникации связи. Почему тогда вы не выходите на митинги, протесты, не начинаете истерить? Потому что на каждой телефонной станции, это всем известно, стоит полицейский блок. Полицейский блок для того, чтобы прослушивать необходимые разговоры. На этот ответ мне никто не ответил. На этот вопрос мне никто не дал никакого ответа. Типа мы люди старой формации, вообще ничего не понимаем. И вообще там искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Но я давно говорил, что должны быть международные, спокойные, взвешенные правила, которые являются разумным компромиссом между компаниями, владеющими большими социальными сетями. Ну скажут, что нас выше 100 миллионов пользователей. Почему? Потому что мы с вами сейчас только что получили информацию другого плана. Наконец-то Илон Маск раскрыл состав вот этих инвестиционных компаний, структур, которые, с помощью которых или вместе с которыми он покупал твиттер. И там прекрасный, так сказать, портрет, портрет акционеров. Там два русских олигарха, их-то сыновья Авин и Машкович. Там какой-то, я сейчас не помню его имя, значит, крупный, значит, арабский, да, исламский, скажем так, олигарх, который ведет большую инвестиционную неутомимую деятельность вместе с Путином в России и так далее. То есть, по сути дела, это люди, купившие и владеющие твиттером со своими взглядами, со своими представлениями, понятиями. Да, там российские олигархи, тесно связанные с Путиным, неразрывно связанные с Путиным. Какие-то, так сказать, арабские деятели, которые поддерживают прямую Хамас, палестинские, вот эти все подпольные террористические организации и так далее. И что они могут привнести в этот твиттер. Поэтому, конечно, встает вопрос оттуда. И я вообще считаю, что если сеть выходит за пределы, предположим, 100 миллионов, она не может оставаться, ее редакционная политика не может быть уделом какой-то группы лиц. Потому что появляются универсальные инструменты, манипулированные общественным сознанием. С учетом всяких дипфейков и так далее, которые сейчас создают искусственный интеллект и прочее, очень легко и разжигать рознь, и сеять ненависть, и организовывать преступления, и натравливать одни конфессии на другие и так далее и тому подобное. И мне кажется, что наступило время для серьезного международного разговора о том, чтобы не нарушая свободу слова, пресекать каким-то образом или ограничивать возможность совершения преступлений. И я именно считаю, что таким путем надо идти. Сначала создать правила, как эти правила были созданы для телевидения, для радиовещания, для телефона и прочей связи, почты. Ведь почта тоже контролировалась. Давайте по-честному скажем, почта во всех странах контролировалась и контролируется через специально созданную систему, ну скажем так, в России это называлось периллюстрацией-корреспонденцией. Все равно существует. Во всех странах. Потому что там и посылки отправляются в взрывчатки, и с биологическими какими-то активными там вирусами, бактериями, все что угодно. Заболевания могут вызвать массовые эпидемии и прочее. Идиот-контроль. От него никуда не денешься. Идиотов, отмороженных, больных, психов, людей с испорченными мозгами какой-нибудь радикальной идеи и доктрины хватает, более чем достаточно, способных уничтожить все человечество. Значит, нужны какие-то разумные, не нарушающие права или минимально затрагивающие права нормальных, адекватных законопослушных граждан правила, которые должны быть едиными. Не отдельно к Павлу Дурову претензии предъявлять. Вот, на каждой мелочи интересно, какие могут быть претензии, предъявленные Павлу Дурову, если, допустим, в Телеграмме существуют какие-то там негодяи, которые используют Телеграмм для криминальной деятельности. Если это так, тогда одновременно задержание Павла Дурова, он подлежит немедленному награждению всеми высшими наградами многих государств, международных организаций, комиссии ООН и так далее за поддержку свободы слова, поддержку демократии, борьбы с коррупцией, потому что там размещают свои материалы журналисты-расследователи, там идет борьба за какие-то там ценности и так далее и тому подобное. Он должен быть осыпан сейчас наградами. Потому что в Телеграмме огромное количество позитива. Я имею Телеграмм как массив информации, как мессенджер, как возможность распространения информации. Сейчас идет замедление Ютьюба. Куда уходит независимое российское средство массовой информации? Телеграмма. Доступные россиянам массивы, которые, может быть, читаем, смотрим и так далее и тому подобное. Поэтому, что, значит, Павлу Дурбу сейчас нужно дать немедленно высшую награду, не знаю, там, или Нобелевский приз за то, что он поддерживает свободу слова во всем мире. Ведь Телеграмм запрещают как раз в тех странах, где, в первую очередь запрещают, где, так сказать, либо тирании, либо близко к этому. Иран, Турция и так далее и тому подобное. Там есть же ряд стран, где Телеграмм запрещен. Почему? Потому что он обеспечит определенную свободу слова. Он определенную информацию, правду несет и так далее. Ну вот мне кажется, что здесь, если бы были для этого... Я об этом говорю уже много лет, что нужны правила. Правила, которые должны быть разумным компромиссом между свободой слова, свободами человека и его же безопасностью. Потому что когда человек имеет свободу выражения, но его завтра убивают какие-то отмороженные радикалы, это не очень здорово. Да, ты умрешь свободным, но умрешь, так сказать, досрочно. Поэтому... Или там твои дети, не дай бог, попадут под раздачу. Какой-то взрыв, который устроил этот придурок на юге Франции у синагоги. Или какой-нибудь отморозок, который с ножом набросился на случайных людей, находившихся в первых рядах праздники в немецком городке. Это только малое проявление опасности, которым подвергается человечество. Посмотрите, что творится там на Ближнем Востоке. И так далее. Я могу долго об этом говорить. И вот это, Хизбалла. Я вот сейчас в Твиттере написал, говорю, ребята, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Первое. А в Ливане есть органы власти или нет? Или там просто нет уже власти, и там действует кто хочет. Например, Иран. Создает там свое вооруженное формирование, фигачит, так сказать, по полной программе, кого надо и кого не надо. Второй вопрос. А кто такая Хизбалла? Как она зарабатывает деньги? Как она получает ракеты? Где она находится? Почему она может заявлять о том, что она начинает войну против Израиля? Может быть, нужно бороться не с куклами? Вот знаете, вот эти вот надеты на руку куклы. Вот они там между собой в сражении, там, жизни и прочее, прочее. А кукловоды сидят за сценой. Куклы там, а вы сражаетесь с куклами, с Куситами, с Хамасом, с Хизбаллой и так далее. А там сидят кукловоды, как мы в Иране, в реакционных арабских режимах, еще где-то. И вот эти куклы таскают на сцене. А вы их там с ними, значит, сражаетесь, многолетнее противодействие им оказываете. А может быть, стоит по рукам двинуть, вот которыми вот эти куклы управляются. Прямо двинуть по рукам, так, чтобы руки отвалились. И больше они бы, так сказать, не прорастали в этом месте и на эту тему. Вот. Я, конечно, извиняюсь, может быть, за эмоции, так сказать, за какие-то там поверхности и суждения. Я еще раз говорю, я против категорически ареста Павла Дурова. Считаю эти обвинения выдуманными, притянутыми за уши. Но эти действия французских спецслужб или там правоохранительной системы, они, видимо, не от того, что они там такие злые на Павла Дурова, а от того, что, наверное, слишком часто телеграммы и прочие массивы используются преступниками для организации туристических актов, преступлений, транзита наркотиков и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что это так. И для того, чтобы предъявлять какие-то претензии, сначала нужно создать нормальные, приемлемые для мира, для цивилизации, для демократического лагеря, для демократических стран, для людей, в конце концов, создать правила. Вот все. Потому что, ну, смотрите, вот я работаю в Твиттере, да, у меня есть там аккаунт, я там выражаю свою точку зрения, меня кто-то там читает, кто-то не читает. Но у меня там за какое-то время не самая большая аудитория, но все-таки 250 тысяч там с лишним моих читателей. Ну, четверть миллиона. Не так много, но тем не менее есть люди, которые желают, чтобы я там что-то высказывал, им интересна моя точка зрения. Почему я должен быть заложником редакционной политики этой сети, если вдруг она поменяется? Скажем, там, все хорошие русские, мертвые русские, или там, ну, например, как там сейчас банки с нами общаются в Европе, да? Все русские, значит, все преступники. Вот, поэтому, а вдруг там поменяется? И что мне с этой аудиторией в четверть миллиона? А я заслужил их доверие за какое-то достаточно большое количество лет. И вдруг будет мой там аккаунт блокирован, или еще что-то, или кому-то что-то не понравится, кого я там поддерживаю, в каком-то там конфликте, высказываю свою точку зрения. То есть должны быть правила, в том числе защищающие пользователи. При всем том, что там Трамп сейчас несет хрень собачью, и его поддерживает вот этот Кеннеди, который, видимо, является свидетельством деградации фамилии Кеннеди в Америке, мое личное мнение, мое оценочное суждение, закрытие аккаунта в Твиттере Трампа, волей редакции, я считаю, неправильно. Вот неправильно. Потому что должны быть какие-то прописанные механизмы. Допустим, тебе говорят, что вот у нас такие-то механизмы. Создается сеть для миллиардов, а потом кого-то там выборочно блокируют. Это неправильно. Поэтому вот я считаю, что все сейчас это требует... Социальные сети — новые явления. Они стали гораздо более массовой площадкой для общения людей, чем даже традиционные средства коммуникации. Радио, телевидение и так далее и тому подобное. Значит, надо как-то разумно отрегулировать так, чтобы защитить права пользователей. Защитить вопросы при необходимости, в разумной пропорции, подчеркиваю, в безопасности граждан. Значит, дать возможность бороться с преступлениями, которые совершаются с помощью этих сетей. Все равно никуда мы не денемся. Если завтра все радикальные террористические организации уйдут в Телеграм и будут там обмениваться, а что мы будем делать? Мы создаем... То есть создана для них технологическая возможность организации террористической деятельности. Мы же должны противопоставить... Ну, когда... Ну, телефон их же... Почему никто не возмущается, что на каждой станции стоит полицейский блок, на каждой, значит, телефонной станции? То есть у полиции есть возможность, с учетом постановления суда, значит, ордера прокурора, который подтверждается это решение суда, там, заявление, там, соответствующих следствий, каких-то правоохранительных органов, поставить человека на контроль телефонных переговоров. Такая есть возможность? Есть. В Америке есть? Есть. В Германии есть? Есть. В Японии есть? Есть. Везде есть. В самых демократических странах. В Швейцарии есть. Вот уж там образец, так сказать, неограниченной демократии в Швейцарии. Тем не менее, там полицейские блоки работают. Вообще, производителям запрещено выпускать телефонные оборудования современной цифровой без полицейского блока. И закупать запрещено операторам связи без полицейских блоков систему телефонной связи. Это же работает по всем мире. Это никого не напрягает, никого не возмущает, не вызывает каких-то массовых протестов. Потому что все понимают, что, ну, да, есть процедура, есть прокурор, есть там рапорта, есть там решение суда. Всегда это можно, так сказать, там... Это все акты, которые потом, если что-то там, они появляются в деле, в уголовном, они там озвучиваются в судах. Можно посмотреть эти стенограммы. Любой, так сказать, там механизм контроля способен посмотреть, а когда человека поставили, на каких причинах, кто санкционировал, почему слушали. Это же все сделано цивилизованно. И поэтому я считаю, что прежде чем арестовывать Павла Дурова, неплохо бы было на эту тему не просто подумать. Он провести, может, международные конференции, одну, вторую, третью. Про проработать какие-то правила, какие-то механизмы ограничений, какие-то системы гарантий, что это не будет использовано в произвольных целях, так сказать, там, потому что тут же диктаторские государства первым побегут, значит, самые драконовские меры, поддерживаются мировые там. Значит, нужно это где-то выработать, проработать, и потом уже тогда сказать, слушай, дорогой товарищ, там, Трамп, этот, Илон Маск, или дорогой товарищ Дуров, или дорогой там еще кто-то, вы нарушаете вот эти требования закона. Мы просим вас устранить эти проблемы, мы просим вас вот то-то, 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 мы обеспечим соответствующие гарантии неразглашения, утечки сохранности этой информации, но мы обязаны вот этот вопрос решать. Как-то вот это надо делать. И тогда, если уж ты нарушаешь злостный закон, ну, тогда можно, наверное, как-то там по определенным канонам, по определенным критериям человека привлекать. А говорить, что ты создал, ты построил дом, да, и в этом доме, так сказать, среди там ста квартир, четыре квартиры заселились преступники, ты косвенно виноват их поступлением, потому что им дал жилье, крышу над головой позволил им купить квартиру, поставить туда телефон, провести компьютер, и вот они там совершают преступление. Но это глупо. Это глупо. Это вот, как говорится, ну, нехорошие пословицы там, к бороде что-то привязывают. Вот, поэтому, конечно, вот арест у меня вызывает большое удивление и несогласие, внутреннее несогласие. Совершенно очевидно. Что касается визита Павла Дурова в Азербайджан, опять же, много слухов, непроверенных, часто это домыслы, но тем не менее, что он хотел встретиться с Путиным, но не получилось, потому что визит в Азербайджан Дурова совпал с визитом в Азербайджан Путина. Вы допускать вероятность того, что Дуров сотрудничает с российскими властями, или хочет, или хотел сотрудничать с российскими властями? Ну, мы сейчас уходим в область конспирологии не очень продуктивной. У нас с вами нет точных данных. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Я сужу по критериям объективности. Вот по результату, скажем так. У меня вопрос к вам, может быть, вы это лучше узнаете, так как вы все-таки работаете в СМИ, СМИ, они первые, так сказать, на это реагируют. А есть ли у нас примеры утечки какой-то конфиденциальной информации наносящий ущерб гражданам, людям, организациям через Телеграм? Ну, пока не всплывало ничего. Пока не всплывало. Не помним такого громкого кисти. Вот, наверное, пока не хочет ли Павел Дуров встретиться с Путиным, не хочет ли он встретиться с Владимиром Путиным. Это вопрос, как говорится, веры. А есть у нас по факту, что в Телеграме пока нам ничего не известно о каких-то утечках. Вот мы вспоминаем там уголовное дело Яшина и показания экспертов. Ну, Яшина, Ильи Яшина. И там было написано, там звонок, там такой-то, такой-то звонит. Илья, привет, здорово. Там, хочу переговорить с тобой такое-то. Илья ему отвечает, хорошо, давай переходим в сигнал. Там звонок такой-то. Илья, привет, нужно поговорить. Он говорит, хорошо, переходим в сигнал. И на этом обрывается все. Значит, в сигнале утечек нет. Если бы они были, значит, их бы огласили в уголовном деле Ильи Яшина, как результат прослушки. Ну, я просто вот привожу конкретный пример. Я не видел нигде, чтобы сняли информацию в Телеграме и сказали, вот мы вам предъявляем обвинение в фейках, вы там ругаете армию, вы там оскорбляете Путина, вы там то-сё-сё. И вот мы приводим в доказательство ваши скриншоты, ваших писем, ремарок, которые вы сделали в системе Телеграм. Мы пока с вами такого ни одного дела не видели, правильно? Значит, либо это на глубоком конспиративном, оперативном уровне, у них информация есть, когда они её не используют ни в каких судебных, ни в каких там расследовательских процессах, либо они не могут Телеграм контролировать, не могут дешевровать. Пока нет утечек, пока у нас нет достоверной информации об утечках с Телеграм. Вот это тот факт, который сегодня, на который единственный факт, на который мы можем сегодня опираться. Всё остальное конспирология. Что представляет из себя французская система правосудия? То есть, поскольку вы жили в Париже, наверняка знаете, как это работает, как это устроено. Вот Ольга Романова у нас вчера ночью выходила в эфир. Она говорила, что суд над Дуровым, где будут избирать меру пресечения, должен быть открытым. Там так изведено. Вот что вам известно? Ну, я с французской системой правосудия столкнулся впервые в нулевых годах, когда арестовали одного хорошо мне знакомого человека. И судья, который санкционировал этот арест, был очень ангажирован там по определенным вопросам. И вот у меня тогда возникли сомнения в том, что эта система работает безупречно, безошибочно. Я с уважением всегда относился к правосудию во Франции, к системе работ полиции и так далее и тому подобное. Но вот иногда такие вещи бывали, случались. Я даже помню, был вынужден написать запрос с большим уважением и пиететом в органы власти Франции, чтобы все-таки они дали оценку соответствующим. Как такое может быть, когда человека там арестовали, у него тут больная умирает мать, и он не может ни семью увидеть, ни встретиться с родителями. И, в общем-то, обвинения вздорные. Но достаточно вздорные были. Даже на поверхностный взгляд. Но, когда вот я сейчас... Что такое вся правосудия система Франции? Очень лояльна работающая система. Лояльный гражданин. Я бы сказал, даже чересчур лояльный гражданин. То есть французская полиция действует только в самом крайнем случае. Вот именно так. Ну, например, я там с кем-то встречался, с какими-то должностными лицами. Они говорят, слушай, ну, вот те же полицейские. Ну, у нас вот 150 тысяч мигрантов примерно... А нет, не давали информацию, я не знаю, насколько достойно. Это оценочные, конечно. Значит, 150 тысяч мигрантов торгуют наркотиками в Париже и окрестностях. 150 тысяч. Я говорю, и какого хрена? Ну, мы стараемся как-то вот там, только когда уже идет какой-то факт распространения. Да, мы, конечно, работаем по крупным каналам. Но вот эту мелочь пузатую на улице стараемся не трогать. Во Франции невозможно у гражданина потребовать документы на улице, если он ничего не нарушает. Нельзя. Свободная страна. Социальная страна. Вот эта свободная страна и социальная страна в действиях... Я вот, мне кажется, у меня вот такое впечатление, что я ни разу не видел на дороге Франции полиции. Ни разу. Хотя я очень много езжу, я исколесил и всю Францию, и пол Европы. Вот нет полиции. Вот я сейчас въехал в Румынию, проезжал в Румынию, проезжаю, значит, нахожусь в Болгарии. Но тут полиция есть, тут засады есть, тут какие-то камеры есть. Все там как бы от совка идет еще, от того еще они не изжили. А там нет. Вот в Европе нет, во Франции нет. И я не видел никакой там сверх жесткости. Но единственный раз, когда я столкнулся с полицией и не понял, почему они так охраняют посольство России, это вот были как раз события, связанные со смертью Алексея Навального и так далее. И вот тут пруд полиции никого не подпускает, даже по улицам. Я говорю, слушайте, а это что, образуется состав преступления, если я пойду по этой улице? Они меня не пускают. Прямо вот устали и не пускают. Я говорю, а что такое? Я гражданин, вот у меня есть документ, я могу здесь идти? Я говорю, ну да, вы идти идти поможете, но если вы там задержите у российского посольства, мы вас заберем. Я говорю, ничего себе, у вас в порядке. Ну мы там немножко поспорили, на повышенных тонах там подошел другой товарищ, третий, потом как-то там мы локализовали вот это вот. Но это был единственный конфликт, ну не конфликт, а такой спор с полицией Франции, когда, на мой взгляд, они там превысили. Они слишком начали стараться, значит, какие-то ввести ограничения без подтверждающих нормативных актов. Я говорю, может это есть постановление мэрии Парижа, давайте я проверю. У меня есть такая возможность. Может быть здесь есть решение там мэрии о запрете движения, об ограничении проезда транспорта. Скажите, есть на основании какого нормативного акта меня не пускаете вот туда? Они, конечно, затруднились сказать, ну у нас приказ, я говорю, что такое приказ, у вас приказ, ну у вас приказ, вы его выполняете, мне приказ никто не давал. Ну у нас вот такой диалог был, но это был единственный раз. А так полиция доброжелательна, она очень спокойна, она никогда вот так никого там не шерстит, не обыскивает ничего, но действует быстро достаточно. Сама система следствия и суда это очень медленно работающая система. Очень медленно работающая система в связи с тем, что французская демократия, французская бюрократия, как и прочие другие бюрократии Европы, это вещь в себе, которая работает не только на общество, но и очень мне складываются впечатления, закладываются подозрения, что закрадывается, что она работает еще во многом на себя. Ну, у них очень хорошие условия, у них очень много выходных, у них очень короткий рабочий день, у них очень неспешный темп работы и так далее. Они вроде работают культурно, вежливо нельзя сказать, что мы там унижали человеческую достоинство, совершенно нет. Но очень медленно, очень не спеша, не торопясь, со всеми кофейными паузами и так далее, вся эта бюрократическая система работает. В том числе и следствия, и судебную систему. Поэтому я не вижу тут никакой озлобленности, я не ощущал никогда, никакой ангажированности судебной правовой системы, правоохранительной системы Франции. То есть достаточно лояльно система работает. Почему они пошли на этот совершенно непопулярный и очень резонансный шаг, мне понять ложью. Я не могу понять. У вас есть прогноз, как эта история может развиваться и чем она может закончиться? И что будет с телеграммом? Я понимаю, что это рассуждение, у нас много элементов этого пазла не хватает. Но тем не менее, как вы думаете, в каком ключе все может быть? Я думаю, что Павел Дуров немедленный человек, как мы понимаем с вами. Даже, наверное, очень небедный. И его будут защищать лучшие адвокаты Франции. И лучшие адвокаты Франции чувствуют себя очень уверенно в французских судах. Я думаю, ничего с ним страшного, плохого не произойдет. Я думаю, что все-таки это попытка как-то додавить сети на то, чтобы они делились с полицией необходимой информацией. Но мне кажется, что это нельзя делать методом такого давления. Это нужно делать на основании нового законодательства, которое, к сожалению, пока еще не выработано. Я не знаю, можно ли принимать и на национальном уровне. Мне кажется, что на национальном уровне принимать такие решения нельзя, потому что сети глобальны. Это должны быть изначально определяющие принципы нормы международного права, которые могут иметь свою коннотацию на национальном праве. Но, тем не менее, общие принципы должны быть. Ну, как конвенция по правам человека, принятая в 1948 году, международная конвенция, которую подписали практически все страны. Она определила главные принципы прав и свобод человека. А дальше в национальном праве они там получили закрепление в различных статьях, различных кодексов. Я думаю, что примерно так же нужно делать сейчас и в этом отношении. Поскольку я еще раз просто привожу конкретные примеры. Телефонные оборудования производятся сразу с полицейским блоком. Невозможно закупить оборудование и получить разрешение на эксплуатацию телефонной системы, если не установлен полицейский блок. Невозможно, так сказать, пользоваться почтой, если нет. Мы можем пользоваться почтой, но мы должны понимать, что есть система контроля, ее контроля. Вот. И существует жесткое регулирование телевидения, радиовещания, что у нас еще там, газет и так далее. Довольно жесткое регулирование, но есть правила. Ты соблюдаешь эти правила, и никто тебя там никогда не тронет, никто к тебе не придет, и никто там на себя ничего не потребует. Видимо, сейчас по охвату соцсетей, по масштабам информации и так далее, они давно превзошли телевидение, радиовещание, почту, все вместе взяты. Мне кажется, что наступило время, когда должны быть приняты какие-то принципы международные регулирования вот этих вопросов, в том числе защищающие права владельцев аккаунтов, их свободу, их свободу самовыражения, ну, наверное, отделяющие эти права и свободы от тех людей, которые используют сети для совершения преступлений, работорговли, наркоторговли, подготовки военных переворотов, войн, убийств и так далее и тому подобное. Вот мое мнение. Потому что Дуров просто стал заложником неурегулированных отношений в отношении социальных сетей. Он не единственный владелец этого сетей. Есть много других людей, которые также стоят за всякими большими информационными массивами и мессенджерами. Надо это просто все нормально отрегулировать. Тогда будут претензии понятны, есть они или нет, нарушен закон или нет. Сейчас пока, Павел Дуров, на сегодняшний день, если я правильно понимаю, ничего, никаких норм права не нарушим. Ну что ж, спасибо вам. Будем следить за развитием событий. Геннадий Гудков был с нами на связи. Спасибо и до следующего раза. Всего вам доброго. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.